Заседание территориальной депутатской группы Центрального района проходит как минимум раз в месяц. Рассматривают здесь вопросы, которые поднимались в избирательных округах во время приемов граждан. В основе обращений – ремонт дорог, благоустройство территории, освещение, организация праздников, поддержка ветеранов, а также обустройство спортивных и детских площадок. Одна из последних была обновлена на улице Пирогова. Срок службы их небольшой, и потому приходится довольно часто либо ремонтировать, что многие депутаты делают за свои деньги, личные, ремонт площадок. Постановка новых площадок, да, выделяется у депутатов, есть определенный фонд бюджетный, который он может потратить. Но большинство из него, 90% идет на детей, это школы, детские сады, площадки. Какую-то часть мы тратим на дороги, подъезды, ямочный ремонт. В этом году депутаты оказали весомую поддержку 23-му лицею. Здесь отремонтировали цокольный этаж, обновили систему видеонаблюдения, закупили кондиционеры, парты. А в честь 55-летнего юбилея образовательного учреждения депутаты подарили директору сертификаты на приобретение оргтехники. Это позволило лицею качественно провести государственные экзамены. Депутаты нам оказывают всегда помощь. Нам повезло с депутатами. Если говорить конкретно о Геннадии Михайловича Клазырине, то это наш друг, можно сказать, много лет. В 2005 году в школе был сделан ремонт, первый ремонт. Наша школа была отремонтирована. И вот уже на протяжении 8 лет каждый год депутат выделяет средства, и мы это обновляем. Фактически мы за эти годы уже сделали еще один ремонт благодаря Геннадии Михайловичу. Следующую масштабную помощь лицею депутаты городского собрания Сочи окажут в строительстве пристройки, поскольку школа рассчитана на 700 человек, а в ней сейчас обучаются полторы тысячи. Детскому саду по соседству депутаты уже помогли. Здесь отремонтировали спальный корпус в младшей группе, заменили покрытие на игровых площадках и кронировали деревья. Депутатские деньги – это, наверное, на сегодняшний день основная масса средств, с помощью которой мы можем произвести какие-то именно дорогостоящие работы в детском саду, то есть по благоустройству территории, по ремонту здания и территории. Это всегда очень дорогостоящие работы. И поэтому, конечно же, нам хотелось бы в дальнейшем продолжать это сотрудничество. Кронирование дорогостоящее и особо актуальное для осени работа. На эти цели, а также на спил аварийных деревьев депутаты потратят порядка 800 тысяч рублей. Работы начнутся в ближайшее время. В целом же по Центральному району депутатской группой городского собрания Сочи уже выполнено 70% наказов избирателей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.